Ну, что-то правда воняет. Ну, это очень неприятно. Нам это не нравится. Неприятный кислый запах, веющий с горы. На зловоние жители села Малоугренёва жалуются уже не первый год. Ситуация обостряется летом, особенно в вечернее время суток. Очень воняет на полдеревня. Они какие-то делают выбросы, я не знаю, там они пиво делают, и какие-то делают выбросы, и у нас на полдеревни воняет, да. Пивоваренный завод, расположенный выше, радует жителей села не только пенным, но и отходами от его производства. Безобразие. Природу отравляют. Мы связались с местными защитниками природы. В целях безопасности мы вынуждены изменить голос нашего героя. В Советском Союзе до развала там колхоз строил консервный завод. Вся ситуация в стране тогда не дала это завершиться, но заделы уже были. То бишь уже стояло здание непосредственно. И была примитивная система фильтрации. Несколько переливных резервуаров друг за другом каскадом. И, в общем, эти резервуары раньше использовались населенным пунктом, как раз вот для слива нечистот. Ну а после того, как это предприятие выкупили частники, они вот организовали туда сброс непосредственно стока. Из этой трубы уже вылилось такое количество стока, что набралось приличное озеро. Никаких очистных сооружений не наблюдается. Стоковые воды уже переполнили один резервуар и продолжают выливаться в песчаный карьер, расположенный ниже. Надо сказать, запашок здесь стоит крайне неприятный. Я, придя на эту тоже в 2017 году, ездил туда, смотрел, видел, как даже сливается. Поэтому, ну, законно люди жалуются, да. Мне не буду сейчас называть те органы, которые, ну, вроде того, разберись, съезди. Ну, вы меня простите, это частная территория. Что я там могу? Не таких, чтобы мне много полномочий. На публичной кадастровой карте территория резервуаров в той же собственности, что и предприятие. Здесь нужно, во-первых, смотреть разрешительную документацию того предприятия, которое осуществляет негативное воздействие. Что и разрешено, и соблюдаются ли установленные нормативы. Сброс загрязняющих веществ на рельеф местности не предусмотрен, подчеркивает эксперт. Сброс должен быть организован непосредственно в водный объект, либо в системы водоотведения. Отметим, в шаговой доступности от лагун находится питьевой родник. Родник – место достаточно популярное. Церковь, вся епархия сюда приходит. У них сюда проводятся крестные ходы. Плюс на крещение здесь люди купаются. У них купель специально сделана. Прихожане заверяют – вода чистейшая. Родник освящен батюшкой. Насколько там, как вы думаете, чистая вода? Могу сказать, что я, придя опять в 17-м году, возил Роспотребнадзор, делал заключение. На родник никак не пуляла. Вода вполне прилично, нормальная. То есть пробы прошли проверку, да? Да, в то время. Обращался в организацию природоохраны, говорит Николай Романюк. Однако, были ли предприняты какие-то меры, он не в курсе. Это вынос органических элементов. Это вынос химических элементов, вынос тяжелых металов, тратных фитов и прочих загрязняющих веществ. И, кроме того, это микробиологическое заберезнение. Восстановление нарушенных почвенных систем – процесс длительный и сложный, отмечает специалист. Поэтому необходимо принимать меры как можно быстрее. Но предпринимать меры пока пытаются только собственники пивзавода. Меня, не буду скрывать, недавно, буквально два дня назад был директор, просил продать еще одно резервуар, там так называемый, который в земле находится. Но мы сделали запрос с моей коллегой-землеустроителем. Там земли лесного хозяйства, они к нам как бы не относятся, поэтому ему, видать, надо, чтоб еще. Мы пытались связаться с представителями завода, но трубку никто не взял. А пока местные жители могут написать обращение в природоохранную прокуратуру и Минприроды с просьбой провести проверку. И если эксперты выявят нарушение, то виновные могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.